Итак, всем снова добрый день, вечер, ночь. Мы только что зарепортили панель. В первой зоне, кстати, в лобби что-то сломалось. Я начинал это видео буквально пару минут назад, но, вы знаете, пища не привлекло мой слух и дальше уже пошел автоматизм. Найти, проверить, сообщить. Вот, мы сейчас с вами находимся в Андмакио Гарден Таун Ист восточном. Вот, вот это у нас пролегает ветка метро. Прошлое видео начиналось более эпично, у нас там поезд проезжал, но это видео, к сожалению, не очень. Вот, значит, мы сейчас с вами прогуляемся по самому Гардену и самое примечательное сегодня, конечно, вот мы сейчас находимся тут, прогуляемся вот тут по маленькому такому саду, но тут карта, конечно, не в масштабе, потому что вот этот Гарден, он на самом деле больше, чем комьюнити-клаб. Это так, плюс-минус изобразили. Самое примечательное сегодня то, что у нас сегодня воскресенье, а так как воскресенье, это, как я называю, пикай-пикай, скоро к тебе поеду, как я называю воскресенье, это мэйт-дэй, когда единственный законный выходной у служанок. Служанок, домомучительниц, фрекенбок и прочих. Что-то барахолка сегодня закрыта. Сегодня точно воскресенье вообще. С 11 до 7 должна работать барахолка, но она закрыта. Или она только с той стороны. Но обратно заглянем, потому что я хотел присмотреть какие-то сувениры всегда. Да, вот в комьюнити-клаб, это типа сельского клуба, есть барахолка, куда привозят старенькие всякие вещи, и там их перепродают с миниатюрной наценкой. Есть вообще вещи из раздела за донейшн, как говорится, где вы просто даете денег сколько хотите. А давайте на нее сейчас заглянем вообще, да? Вот, даете денег сколько хотите и пользуетесь. А еще в Синге есть прикольные такие вещи. Это ресайкл старого электронного мусора, кто-то выкинул наушники, как есть от принтера, клавиатуры. Прикольная беспроводная, да? Вот. В общем, если вы вдруг решили организовать домашний офис в Сингапуре, то вы просто заходите вот на такой, на такое место, где делают ресайкл и собираете себе парочку системных блоков, там монитор, все проще. Это обычно все рабочие, просто ненужные. Вот есть принтер, сабвуфер, ми-ми-ми, в общем. Вот. Это комьюнити-клаб. Ну, знаете, в деревнях у нас бывали такие сельские клубы, где вечером молодежь на посиделка собиралась. Вот, комьюнити-клаб то же самое, только по-сингапульски. Это в тауне. Таун подразляется на несколько комьюнити. Я живу не в этом, я живу чуть западнее. Вот. И в этих комьюнити уже при необходимости собираются люди на спортивные соревнования, там какое-нибудь обсуждение, чего-либо. Вакцинирование, опять же, проходит. То есть, если вот срочно всем надо вкладывать бесплатную вакцину, все люди приходят сюда. Так, ну, судя по закрытым решеткам, видимо, у них все-таки сегодня выходной. Наверное, по причине ближайшихся к празднику. Да, кстати, кто не заметил, мы снимаем это все в январе. Сегодня, по-моему, восьмое уже января. Новый год. Все, кстати, с радвистом Христовым, кто не успел заметить. У нас тут, в Сингапуре, стоят елки. Елки-палки. Надо сделать селфи. Я и олень. Олень справа. Олень и я. В общем, как-то так. Ну, раз у нас сегодня марафолка не работает, тогда мы уже погнали в парк. И я вам быстренько за 15 минут постараюсь показать местный парк. Он же Гарден. Сад. Вот. Тут у нас есть два городских сада. Один огромный, состоящий из прикольного холма. Дальше туда. Ну и вот сейчас второй. Собственно, на чем я остановился. И да, если видео вдруг внезапно появится, я не виноват, потому что жара таится два градуса, камера перегревается, охлаждения у него нет, у нее. Поэтому случаются некоторые проблемы, и я просто даже не замечаю, что запись прекратилась. Вот. Вот видите, девушки тут ходят такие. Девушки. Сегодня знаменательный день, воскресенье. Седьмой день недели. В этот день, согласно местному законодательству, всем домашним работникам, которых набирают из Филиппин, Индонезии, Малайзии, еще откуда-то там, положен отдых. То есть злобные сингаприане и менее злобные европейские семьи не должны ни в коем случае в сегодняшний день этих замечательных работниц привлекать к домашнюю труду. Они должны им дать возможность отдохнуть и делать, что захочется. И вот это вот делать, что захочется, заключается в том, что они выходят в местный парк, который поближе к дому. Ну, рядом с моим местным обитанием, это, конечно, вот этот вот гарденест. И дальше уже у них начинается пикник и все прочее. То есть вот они тут делают прикольные себяшки для сервисов, социальных знакомств. Просто валяются на газонах, отдыхают, бухают. Причем бухают достаточно жестко в ходу. Либо легкие напитки типа кола и и прочее. Либо тяжелые напитки типа виски. Вообще опасно как бы с ними тут заговаривались, потому что тебе сразу подбегут просто с рюмочкой, и ты дальше начнешь объяснять то, что ты русский и не бухаешь. А вот эти ребята в футболках меня веселят, потому что это просто какой-то девиз Боба Марли на спине. Сколько я их не встречаю, это компания, которая занимается обслуживанием вообще садов и газонов в Сингапуре. Сразу понятно, что они все просто счастливые. Поэтому воскресенье это выходной день для домашних работников, ну и для некоторых работников тяжелого труда на стройках. А вот ребята из социально-коммунальных служб, которые отличаются разноцветными одеждами, желтыми сапогами, светящимися жилетками. У них выходного нет. То есть у них выходной есть, но он в другие дни недели, поэтому они немножко не пересекаются. И обратить внимание, вот у человека впереди меня есть щипцы для барбекю. Этими щипцами в Синге принято собирать мусор с земли, чтобы ручки не запачкать, да, очень просто. И дальше выкидывать его в мусор. То есть человек идет, он с щипцами сейчас там хабарики или сигаретные пачки будет земли поднимать, листики откидывать и, причем, помните, на автомате так сделал, жух, и все, листик улетел в газон. Вот. И очищать, так сказать, наш замечательный Сингапур от грязи. Вот. Ну, вот это вот часть парка, где с видом на эти замечательные HDB любят уединяться, как вы видите, парочки. Тренички тут не в моде, а парочки тут, как говорится, сидят. Причем, иногда я замечаю, такие мужские парочки, это, конечно, уже, ну, не знаю, в Сингапуре это недавно разрешили, декриминализировали статью, тут был огромный праздник насчет этого. И, в целом, мужики теперь тоже могут улыбаться на свежем воздухе. Вот. А ближе к центру, там, вон, собираются девочки, прибывшие из соседних стран. Вы знаете, как, если вот в странах бывшей СССР, в столицах РСФСР, да, там, Москва или Ленинград, там у нас под Новый год, если пойти вот на Красную или Дворцовую площадь, там можно увидеть толпы работников из соседних, так сказать, областей, регионов, да, Узбекистан, Таджикистан, все прочее, вот. И там, как бы, они все веселятся и радуются. Это вот такая вот Красная площадь в миниатюре, только если в Москве, допустим, это происходит раз в год, то есть с 1 декабря, в ночь на 1 января, там ты видишь сплошь азиатские лица и радостные расширенные улыбки незамутненного разумом сознания, да, вот, то. В Сингапуре это происходит каждое воскресенье, ты выходишь вот на пробежку по замечательной парковой дорожке, позаниматься на тренажерах, и видишь вокруг вот такие веселые тусовки. Там, наверное, чей-то день рождения отмечают, у них даже шарики есть. Обратите внимание, среди этих тусовок, само собой, нет детей. Потому что, если кто-то заводит детей в Синге из обслуги, их сразу высылают нафиг. И вот, собственно, так проходят местные гулянты. Что самое смешное, в процессе гулянок, как вы понимаете, весь парк оказывается завтра почище, чем дворцовая площадь 1 января, но, тем не менее, вечерком, вечерком приходят их же собратья и все убирают. И парки становятся более-менее чистыми. То есть, если тут прогуляться в понедельник с утра, то вы практически не заметите то, что в воскресенье тут люди вычесывали друг друга. Как это называется? Груминг, да? Когда у вас бэйбешком в шее блох ищут. Вот. Ну, собственно, вот он, Сингапур, воскресенного дня. И вы знаете, когда вы туристы, и вы приезжаете в Сингапур в будний день, и гуляете по нему, не пересекаясь с такими тусовками, вы думаете, что да, Сингапур это толпа веселых китайцев, которые вам всем улыбаются, и вокруг, как бы, ничего не происходит, такой серьезный деловой город. По-моему, у Лукьяненко есть такой рассказ, где три совершенно разных отзыва от путешественников. Один приехал в рабочий день в страну, второй приехал в пятницу, когда все вообще в повалочку были, а третий приехал в воскресенье, и все из церкви возвращались в мирные степенные. Вот. Собственно, вот то же самое. В Сингапур можно приехать в воскресенье и зайти вот на такую веселую тусовку, где людям весело и хорошо. Можно приехать в будний день и прогуляться исключительно по какому-нибудь бизнес-кварталу, и в бизнес-квартале людям будет по-рабочему, так сказать, да? А можно приехать в пятницу на Кларк-Вэй и увидеть то, что Сингапур – это сплошь бухающие белые высокие статные парни там под два метра, типа меня, да? Шучу-шучу. Вот. А и тоже вот сложить совершенно другое впечатление о стране. Чтобы на самом деле понять всю вот эту страну, все вот эти вот приколы, нужно, ну, побыть тут годика-два, да? Найти все такие потайные закоулки. Например, вот об этом парке я узнал только на второй год пребывания тут. И, честно говоря, до этого я там, да, я встречал Little India и там индусов, которые в повалочку валяются, еще что-то. Но такое, чтобы вот встретить такое вот веселое Разгуляева, причем не граждан, не коренных, не людей, обладающих каким-либо статусом, это вот для меня давало впервые. Я был в некотором шоке, так сказать. Ну, что, мы с вами прогулялись по Гардену, мы прошли буквально кружок. Вот. Давайте на этом завершим наше веселое видео. Если у вас будут какие-то вопросы, конечно, пишите в комментах. И я с радостью вам расскажу и покажу уже персонально какие-либо особенности. Вот, например, как отдыхают религиозные люди в таких парках. Обратите внимание, справа по ходу движения у нас вот есть женщина в платках. Соответственно, там, скорее всего, нет никакого алкоголя, только чаек, но при этом они как-то тоже умудряются веселиться. Как отдыхают мужики-работники, которые, в принципе, имеют несколько выходных в неделю, но вот в такой день, как сегодня, они выбираются в парк, чтобы познакомиться с домработницами и тоже весело провести время. Вот. В общем, как говорится, подписывайтесь, не переключайтесь. Вот. А это та бедная тетка, которую послали за шашлыками в соседний магазин, потому что она любит потушить. Все. Пока. С вами был я и канал Нетуистический Сингапур. А мне пора уже бежать по делам. Субтитры сделал DimaTorzok